Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Как с помощью творчества и искусства взрастить в молодом поколении любовь и уважение к собственной истории, обсудим сегодня с куратором международного проекта «Песнь героев» Екатериной Ямовой. «Песнь героев» — это новый проект, который прежде всего направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, у соотечественников, которые находятся сейчас за рубежом. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Как, на ваш взгляд, сейчас обстоит проблема патриотического воспитания? Ну, прежде всего, я бы хотела разграничить, наверное, два аспекта. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в нашей стране и патриотическое воспитание молодежи соотечественников за рубежом. Наш проект в первую очередь касается, конечно, детей и подростков за рубежом, потому что в нашей стране все-таки и в школах, и в семьях, и в рамках общей политики государства патриотическое направление, оно достаточно сильно развито. И акции «Бессмертный полк», и музеи, и празднование Дня Победы — все это широко освещается и в СМИ, и в интернете, и дети всегда имеют доступ. К сожалению, вот дети соотечественников знают намного хуже. И историю своей Родины, и, соответственно, события Великой Отечественной войны. Вот по данным отдельных исследований мы узнали, что более половины подростков не в курсе, чем отличается Вторая мировая от Великой Отечественной войны, они их путают, и они даже, большая часть из них не знает, чей вклад в победу был весомым. Именно поэтому мы сориентировали наши проекты именно на детей соотечественников, чтобы они все-таки тоже, даже живя за рубежом, все-таки знали, помнили о событиях тех лет, чтобы эта память потом передавалась к детям. Как вы считаете, почему такая ситуация за рубежом? То есть что это, недостаточное просвещение или незаинтересованность молодого поколения? Вы знаете, мне кажется, что просто когда люди переезжают жить за рубеж, то, скорее всего, происходит, но они сталкиваются с большим количеством проблем. Это проблема адаптации к жизни в другой стороне, да, это проблема с работой, с образованием, детей надо поднять, все-все-все немножко по-другому. И я думаю, что вопрос патриотического воспитания уходит даже не на второе, а на третье и четвертые планы. И в связи с этим родителям, в общем-то, некогда этим заниматься. И единственное, кто может детям помочь в этом вопросе или рассказать, это международные российские школы или образовательные центры, где дети учатся, где они занимаются в том числе и русским языком, и где им могут помочь и дать вот эти необходимые знания. Как вам пришла идея создания проекта «Песнь героев»? Вы знаете, очень интересно, все началось с Российского образовательного центра в Испании, который решил провести пробную акцию эстафету в 2019 году и предложил другим школам в ней поучаствовать. И дети начали петь. И им так понравилось, и им, и учителям, что родилась идея просто сделать проект, в котором будут не просто песни, а будут и методические разработки уроков, будет выставка, в рамках которой дети все-таки смогут и больше, и глубже, наверное, понять, что же происходило во время Великой Отечественной войны. И мы подали заявку на фонд президентских грантов и описали, собственно, нашу основную проблематику, наши цели, задачи. И вот в июне этого года выиграли этот грант и, собственно, начали деятельность в рамках проекта уже под экидой фонда президентских грантов. Расскажите, в чем главная особенность этого проекта? Ну, главная особенность этого проекта, скажем, во-первых, ориентация действительно на детей соотечественников, на детей билинглов. И у нас большая часть методического материала и уроков, она разрабатывается именно с учетом именно этого аспекта, что дети, они... Это не просто дети, владеющие полноценно русским языком, а это дети, у которых русский язык, он второй или третий в семье. И вот уроки делаются с этим аспектом. Очень хочу поблагодарить наших партнеров Российский образовательный центр, который разрабатывает как раз эти уроки вот с учетом этого аспекта. И плюс мы очень хотим внести вот некие новаторства, наверное, вот сейчас в сфере образования. Это вот различные интерактивные методы преподавания. То есть это у нас и песни, и у нас уроки с интерактивом. И опять-таки вот эта выставка, материал которой потом можно будет распечатывать и использовать в обучении. Ну вот, расскажите подробнее, как будет устроена именно эта международная работа. Может быть, кто-то вас вдохновляет еще дополнительно? Вообще, кто участвует в вашей команде? Ну, давайте сначала про команду, потом, наверное, про работу. Вы знаете, команда у нас в некотором плане очень большая, и все-все вдохновляют друг друга. То есть кто-то что-то придумывает, предлагает, остальные поддерживают. И, собственно, так проекты движутся. У нас в рамках команды есть совершенно замечательные творческие люди, креативщики, которые занимаются и дизайном, и какими-то креативными идеями. Это вот представляет креативное агентство «Экспомани». Это вот, как я уже говорила, наши замечательные партнеры Российский образовательный центр. Они придумывают вот эти уроки с интерактивными элементами с ориентацией на детей билингов. Очень сильно нам помогает наш совершенно замечательный партнер Российский музей музыки, который нам дает и аудиоматериал, и видео, и графический материал для выставки. У нас есть и Дарвиновский музей, и музей кино, и Центр слова из ВДНХ, и все они пытаются привнести что-то свое в этот проект, делятся материалами, дают рекомендации. У нас совершенно замечательные будут рекомендации от музея кино и Центра слова, что детям можно почитать на каждую из тем, что посмотреть, какие песни спеть, да, или прослушать. Вот. Это вот что касается нашей команды, что касается нашего продвижения, международной арене. Мы вот сейчас создаем портал, где как раз будет выложен все материалы. У нас проект онлайн, поэтому вот все-все можно будет посмотреть в режиме онлайн и скачать. Вот. И мы в соцсетях делаем рассылки, мы связываемся с педагогами всех стран, привлекаем наш проект, предлагаем поучаствовать. Соответственно, на выходе детям будут подариться сертификаты о том, что они участвовали в таком совершенно замечательном проекте. Ну и дети, конечно, всегда могут увидеть себя и на Ютьюбе, и на портале, поставить лайки. Мне кажется, это немаловажно для нынешнего поколения. И сказать, а вот я тоже есть там, посмотри, как я замечательно пою. Как можно будет присоединиться к вашему проекту? Вы знаете, у нас есть возможность заполнить анкету. Мы сразу свяжемся и расскажем о том, как у нас есть совершенно замечательный видеоролик, который рассказывает, обучающий, который рассказывает, как можно снять песню правильную и отправить нам. У нас есть форма приглашения на вебинары, которые планируются в рамках проекта для педагогов, где и доктора, и кандидаты наук будут рассказывать педагогам, как общаться с детьми билингвами, как им можно рассказывать про Великую Отечественную войну, давать инструменты, методики, ну и опять-таки представлять наши уроки. Вот, собственно, вот таким образом мы сейчас делаем нашу работу по проекту, продвигаем его, да. А почему, как вам кажется, именно песни помогут устранить вот этот, можно сказать, пробел в сознании молодежи, или это проще в международной работе как вы это объясняете? Вы знаете, мне кажется, что песня хороша тем, что она объединяет. Бывает, конечно, человек просто, когда у него замечательное настроение, уходит и поет сам, но когда ты поешь вместе с кем-то, это вот создается чувство общности, чувство взаимодействия. Плюс песня дает какую-то особенную энергетику, как мне кажется, и недаром во время войны в бой именно с песнями шли. Ну и в-третьих, я хочу сказать, что вот этот вот формат песни и возможность потом, соответственно, увидеть себя поющим и на Ютьюбе, и на портале, и скинуть ссылочку друзьям, это тоже немаловажно. Именно поэтому вот мы придумали такой формат. И детям, плохо владеющим русским языком, мне кажется, проще спеть, чем написать. Вот поэтому какое-то сочинение, стихотворение, может быть, эссе, а вот спеть песню, уловить музыку, выучить слова и вместе со всеми это исполнить, мне кажется, это вот самый удачный формат. У вас, может быть, есть уже какие-то планы на ближайшее будущее? Как видите свой проект в ближайшие 3-5 лет? Вы знаете, конечно, планы есть, и в первую очередь нам бы, конечно, очень хотелось в конце проекта получить отзывы педагогов, отзывы образовательных учреждений о том, что весь этот проект был создан, придуман и сделан не зря, что наши уроки реально помогли учителям, что ребята реально узнали что-то новое, это у них отпечатывалось в памяти, и они, я надеюсь, это в будущем не забудут и продолжат и дальше петь. А что касается дальнейшей работы над проектом, мы бы очень хотели, чтобы, может быть, нашу идею поддержали педагоги других стран. Наверняка у них есть свои разработки о том, как можно преподавать, какой формат этих уроков можно сделать, и мы тоже предлагаем им их разработки разместить у нас на портале и получить на них отзывы и, в свою очередь, соответственно, поделиться с другими педагогами. И, в принципе, мы бы хотели, как, может быть, финальную точку проекта это создать некое объединение, может быть, международное, педагогов, в рамках которого будут обсуждаться вопросы в том числе патриотического воспитания детей и подростков, и вот движение в этом направлении. То есть вы думаете, что это будет, может быть, ежегодная такая акция или какие у вас сейчас... А мне кажется, это очень хорошая идея, да, приуроченная, опять-таки, может быть, к майским праздникам. Такая международная акция, когда люди собираются, обмениваются информацией, обмениваются своим опытом, мне кажется, что это всегда и важно и полезно. И это всегда идет в плюс и в преподавании, и мне кажется, это всегда полезно в первую очередь потом и ученикам, у которых будут педагоги неравнодушные, которые им попытаются что-то вот дать по-новому, интересно. Да, я надеюсь, что у вас все получится в дальнейшем. Это действительно очень важная миссия, успехов вам. Вот, а я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Екатерина Ямова, куратор международного проекта, «Песнь героев». Будьте с нами, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова